Вести Карачаева, Черкесия Глава Республики Рашид Тимрезов в Москве принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному закону. С докладом о ходе реализации приоритетных национальных проектов выступил министр строительства и ЖКХ страны Ирек Файзулин. Из 213 строящихся в Карачаево-Черкесии в этом году объектов, 106 – это объект капитального строительства в различных отраслях, 68 – общественных и дворовых территорий, 39 – участков дорог и искусственных сооружений. Ход строительства объектов идет по графику. В ходе заседания штаба подробнее остановились и на эффективности использования инфраструктурных кредитов. На эти средства реализуется строительство инфраструктуры в рамках проекта развития туристко-рекреационного комплекса «Домбай», рассчитанного до 2024 года. Кроме того, в связи с поручением президента страны по опережающему финансированию объектов капитального строительства, финансирование которых предусмотрено в 2024 году, Карачаево-Черкесия направила в Минстрой России заявку на 11 объектов. В Москве руководитель Республики Рашид Тимрезов и министр строительства ЖКХ Карачаево-Черкесии Ренат Семенов встретились с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Эриком Файзулиным. Стороны обсудили текущую ситуацию в отрасли строительства ЖКХ и затронули планы по ее дальнейшему развитию. Рашид Тимрезов отметил, что прошлый год, год столетия Карачаево-Черкесии, был ознаменован большим количеством сданных в эксплуатацию объектов образования, культуры, спорта, благоустройства, объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры. Значит, большой объем работы по строительству систем водоснабжения в различных населенных пунктах. Но и в этом году темпы мы не снижаем, добавил Рашид Тимрезов. Руководитель Карачаево-Черкесии в Москве встретился с министром гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. Стороны рассмотрели выполнение комплекса превентивных мероприятий в условиях поводка опасного периода и пожароопасного сезона, а также вопросы взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на природные опасности. Для предупреждения поводка в регионе заблаговременно проведены превентивные инженерно-технические мероприятия. Рашид Тимрезов обратился к министру с просьбой о дальнейшем укреплении поисково-спасательных служб МЧС по Карачаево-Черкесии с учетом существенного роста количества туристов, а также реконструкции зданий пяти пожарно-спасательных подразделений. В Малом зале Дома правительства Республики прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха детей в этом году. Отмечено, что в загородных лагерях этим летом отдохнут около 4 тысяч детей, в пришкольных – более 6 тысяч. Малозатратными формами отдыха будут охвачены более 2,5 тысяч детей, 70% из которых должны быть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети участников специальной военной операции и прибывших из Украины. В течение лета планируется организовать по 3-4 потока длительностью 14 и 21 день. Между тем, комфорт и безопасность детей – главная задача организаторов летней оздоровительной кампании, которая может быть успешно решена только при тесном взаимодействии и ответственном подходе должностных лиц и персонала всех уровней, участвующих в организации этого масштабного мероприятия. Благодаря программе по переселению из сейсмически неустойчивого жилого фонда в Черкесске в этом году жильцы нескольких домов получат новое жилье. В прошлом году по этой программе переселено 190 семей. Приводить обветшавшие здания в порядок экономически нецелесообразны, и потому жильцов переселяют в новостройки в северном микрорайоне Черкеска. Об этом сообщил заместитель мэра города Заур Тугов. На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска проводится визуальный осмотр порядка 40 домов, расположенных на территории города Черкеска. После того, как при визуальном осмотре выявлены наличие сейсмонеустойчивости дома, заказывается заключение экспертной организации, которая уже дает свое юридическое заключение. В случае, если дом признается сейсмонеустойчивым или экономически нецелесообразным для восстановления, данный дом включается в постановление мэрии, подлежащим к переселению. Мэрия города Черкеска в декабре 2022 года дан старт к переселению жильцов и нанимателей многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, по которому на сегодняшний день ведется прием документов, заявлений, которые впоследствии будут выведены на комиссию уже для заключения договора омены с нанимателями и собственниками данных жилых помещений. В рамках реализации программы по переселению жильцов и нанимателей многоквартирных домов, которые попали в программу переселения, это те дома, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно, ведется и мэрия муниципального образования города Черкеска с 2020 года. На сегодняшний день практически реализована программа по переселению собственников и нанимателей семи многоквартирных домов. Эти дома расположены по улице Крайняя, 41, Октябрьская, 12, Октябрьская, 14, Крупская, 73, Зеленая, 42А, Демиденко, 155 и Даватора, 58. Индекс промышленного производства по итогам работы промышленного комплекса региона за первый квартал этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличился на 12,5%. Рост индекса прежде всего связан с увеличением объемов производства в обрабатывающих отраслях на 37%. Индекс промпроизводства увеличился и в сфере производства электрического оборудования, напитков, текстильных изделий, производства химических веществ и химических продуктов, а также бумаги и бумажных изделий. По оперативным данным Росстата, за первый квартал текущего года в сфере обрабатывающих производств отгружено продукции на сумму более 7 миллионов рублей. Правительство страны утвердило устав Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд создан по инициативе президента страны. Организация будет заниматься комплексным сопровождением семей погибших и ветеранов с содействием в получении мер социальной поддержки, необходимых лекарств, медицинских изделий, технических средств реабилитации, путевок в санатории, ухода на дому и психологической помощи, а также оказывать помощь в вопросах обучения, повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства. В компетенцию фонда будет также входить содействие при оформлении или восстановлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий. Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах Российской Федерации и должны оказывать эффективную и востребованную помощь с учетом персональной жизненной ситуации. Четыре пункта оказания психологической помощи участникам СВО и их семьям функционируют в социальных учреждениях республики, в Черкесске, а также в Зеленчугском, Карачаевском и Уропском районах. Комментирует информацию заведующий отделением социальной диагностики Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» Фатима Хубиева. Понимаете, они пережили такой стресс и сами военнослужащие, и члены их семей, и они нуждаются в психологической помощи. Не все знают о том, что они могут получить бесплатную помощь, поэтому мы разместили на всех наших сайтах, на официальном сайте Центра «Надежда» контактные данные, по которым они могут записаться на консультацию, и в соцсетях. Хуже, если человек не обращается. Последствия бывают намного тяжелее, бывают даже необратимые последствия, поэтому вовремя обратиться к специалисту – это уже половина решения проблемы. Очень сложно нашим мужчинам, кавказским мужчинам обращаться за помощью, именно психологической помощью. Я думаю, чаще всего будут обращаться все равно члены семьи. Тут у меня большая просьба именно к ним, если они будут замечать, что что-то будет происходить не так, что человек сам не справляется, поэтому, естественно, насильно привести его невозможно будет, но найти какой-то определенный способ, чтобы объяснить человеку, что это необходимо. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Карачаева Черкесской Республики» в Центре занятости Черкеска реализуется ряд мероприятий, способствующих трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Информацию комментирует начальник отдела занятости Ильина Житькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение, иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроблематических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с двумя работодателями. Совсем скоро начнется реконструкция одной из достопримечательностей республиканской столицы – каскадной лестницы, ведущей в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». В связи с этим лестничный спуск в парк со стороны улицы Кубанская временно закрыт, а асфальтированный спуск открылся вчера. Кроме того, «Зеленый остров» в этом году ждет еще одно важное преобразование, о котором просили горожане – обустройство двух велодорожек и тротуара шириной 2,5 метра по периметру Большого пруда. Установят также яркое освещение и обновят раздевалки. Большой пруд станет местом притяжения для сотен тысяч жителей не только Черкеска, но и всей республики. В Карачаево-Черкесии стартовал интенсив развития креативных индустрий в цифровой среде «Проектный подход». Образовательная программа будет проходить с 10 по 15 мая в Центре выявления поддержки развития способностей и талантов у детей молодежи республики «Спутник». В течение шести дней порядка 50 школьников со всего региона ждут обучения с новым проектированием, спортивные и культурные программы, тренинги личностного роста и интерактивные лекции. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» как бы она улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, ну и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, птизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. В Карачаево-Черкесии по программе «Дороги Победы» будут организованы бесплатные военно-исторические экскурсии для школьников и студентов колледжей. В текущем году программу впервые запустят в республике, что позволит школьникам и студентам бесплатно отправиться на военно-исторические экскурсии. По проекту запланировано несколько маршрутов на территории региона. Так, маршрут обороны Кавказа предполагает посещение музея-памятника защитникам перевалов Кавказа, который является единственным на Северном Кавказе архитектурным ансамблем, сочетающим мемориальный комплекс с музейной экспозицией и связан с одной из ярчайших страниц героической летописи Великой Отечественной войны. В августе 1942 года на перевалах Карачаево развернулись ожесточенные бои. Участникам также расскажут о героях советской армии, защищавших города Кавказа. Дети смогут посетить и государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник имени Марии Байчоровой. Слет добровольцев Северокавказского федерального округа пройдет в Карачаево-Черкесии. Площадка соберет лучших представителей добровольчества в поселке Архыз с 16 по 19 мая. Основной задачей мероприятия является развитие добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных работ. Участникам предстоит пройти тренинги и практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи и работе в кризисных ситуациях. В эти дни в выставочном павильоне Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Уникальное культурное наследие народов Карачаево-Черкесии». Выставка знакомит с основными занятиями, образом жизни и традициями народов республики. Отметила старший научный сотрудник сектора современной истории музея-заповедника Ольга Холодова. Для посетителей представлены этнографические материалы, рассказывающие о духовной и материальной культуре субъектообразующих народов нашей республики. Это предметы быта, изготовленные из дерева, керамики и металла, вышитые платки, ювелирные украшения, такие как нагрудники, пояса. Все это дополнено этнографическими фотографиями конца XIX – начала XX века фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова. На крупнейшей выставке страны «Раша Халал Экспо», которая пройдет с 18 по 20 мая текущего года в Казани, будет установлен коллективный стенд Карачаево-Черкесии. Мероприятие состоится в рамках Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан форум-2023». Предприниматели региона смогут представить свою продукцию. Кроме того, будет представлен туристический потенциал Карачаево-Черкесии. В Черкесске прошел седьмой республиканский конкурс учащихся отделения оркестровых инструментов детских школ искусств Карачаево-Черкесии. В нем приняли участие более 30 юных музыкантов – это юные скрипачи, выеланчелисты, флейтисты и сахсофонисты. По словам директора Республиканского учебно-методического центра по художественному образованию Елины Шатровой, оркестровые инструменты весьма сложны для освоения, и потому желающих учиться на них не так много. В республике продолжается период активности клещей. На сегодняшний день официально зарегистрировано 54 случая присасывания. Большая часть из них – 32 случая – произошло в Черкесске. По данным регионального управления Роспотребнадзора, снижение численности популяции клещей в этом году не прогнозируется. Продолжается социальный проект в сфере креативных индустрий – развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также при поддержке различных министерств ведомств регионов Кавказа. Об этом сообщила руководитель проекта, директор автономной некоммерческой организации «Институт социально-креативного развития актива» Дарья Зинковская. Мы рады сообщить, что уже стартовал отбор участников. В данном шоу могут принять участие 16 представителей регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгеи. И цель данного проекта – формирование новой системы продвижения культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Подумайте, может быть, именно вы хотите стать лицом своего региона в данном шоу и показать всем жителям, не только нашего Кавказа, но и других регионов России и других стран, истинное лицо Кавказа. Легкоатлеты Республики завоевали 19 медалей различного достоинства. В Нальчике прошли открытый чемпионат и первенство Кабардино-Балкарии по легкой атлетике под лозунгом «Спорт против террора». По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-18, в горах местами до плюс 12, свыше 2500 метров, лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 17 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова